История этого творческого союза началась в Рязанском художественном училище, куда будущие супруги поступили в один год. Потом они продолжили учебу в одном вузе, а теперь и работают вместе. Александр и Елена преподают в Чурилковской школе искусств, да еще и дома воспитывают трех художников – сыновей Даниила, Дмитрия и Артемия, которые унаследовали от родителей любовь к живописи. Добрые отношения, понимание какое-то, наверное, в первую очередь. Потому что ты с детьми тоже, их тоже должен понять, если ты не будешь понимать, как потом с ними общаться. И с супругой тоже надо понимать. Конечно, когда у нас такая творческая профессия, где-то надо понимать, что надо идти на какие-то уступки. Или да-да, вот понимаешь, что она там, допустим, сейчас у нее такой проблемный какой-то момент, когда она готовится к выставке, надо как-то полностью сосредоточиться. Да, соответственно, там какая-то нагрузка, надо ее разгрузить немножко, да. И приходится там заниматься какими-то будовыми такими предметами, вещами, которые смогли бы, допустим, как-то достойно выставиться. Ну и, соответственно, с ее стороны тоже самое. На выставке представлены книжные иллюстрации Александра. Получилось около сотни рисунков. Стиль, в котором они написаны, задала поэтесса, автор книги. Она попросила сделать рисунки максимально естественными, как было в 60-х. Любой, кто будет рассматривать книжные иллюстрации, поймает себя на мысли, что вышло не только естественно, но и очень по-доброму. Я хотел бы вот раскрыть сейчас такой анонс, секрет. Именно сегодня, вот сейчас мне прислали это, сегодня вышла эта книга, которую мы с поэтессой Галиной Балибановой создали. Она, конечно, главный автор, а я как бы просто под нее подстраивался уже под текст, пытался ее текст проиллюстрировать визуально. И сегодня как раз выходит, вышла вот эта книга, ее напечатали, а 6 июня как раз будет ее презентация на Красной площади в Москве, потому что там вот пушкинские как бы дни. Там описываются как раз дети именно возраста, какие у нас дети, да, там, то есть вот 13, 8 лет, да, 14 лет. И вот как раз они мне в этом очень помогали в создании вот этих иллюстраций, потому что они и позировали, да, и где-то я за ними там наблюдал какие-то вещи, да, и они действительно так очень точно отображены вот именно поэтессой Галины Балибановой. Источником вдохновения для работ Елены стал спектакль «Красный угол», поставленный ее земляками в Скопинском театре «Предел». Художницу настолько увлекли народные обряды и красочные костюмы села Секирина, на основе которых было выстроено сценическое действие, что она перенесла их на полотна. На одной из работ, например, запечатлен обряд умывания, особый свадебный обряд. Первоначальный цикл «Секиринские женщины» вот из семи картин, сейчас они путешествуют по Белоруссии, вот такой турне на полгода. Большой проект, меня туда московские художники позвали, вот очень приятно в нем участвовать. Еще две новые работы с платками, тоже посвященные Секирина, тоже там. Вот это новые этого года работы, и как раз одна из них, посвященная обряду свадьбы, обряду умывания на одной половице, как раз именно к этому году семей специально создавалась. А по детским работам можно проследить, как отличаются характеры мальчишек и чем они увлечены. Сыновья любят писать природу и с удовольствием ходят с отцом на пленеры.